Здравствуйте! Первый выпуск этой рубрики в 2015 году предлагаю начать с культа личности. А культ личности штука тонкая. Вот, например, материал от 12 января 45 года. Твердо помня мудрые указания товарища Сталина не успокаиваться на достигнутом. Работники сельского хозяйства обязались в новом году по-боевому подготовиться к весеннему севу, проведя полевые работы в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне. Тагильчане обязуются поработать так, чтобы в 45 году удвоить урожай картофеля и овощей. Что же для этого нужно сделать? Нужно добиться безусловного выполнения решения исполкома горсовета и бюро горкома ВКПБ, обязывающего вывести на каждый гектар не менее 20-30 тонн навоза или 15-30 тонн фекалии. Правда, сообщается, что мы испытываем затруднения с транспортом, и поэтому необходимо вывозить удобрения на свои участки на санках. Январь и февраль в этом отношении, пишет газета, являются исключительно благоприятным временем, так как вывозка нечистот в мерзлом виде очень удобна. Таким образом, мы видим, что в одном тексты встречаются и Сталин, и нечистоты. О чем еще писала газета ровно 70 лет назад? Ну, например, об экономии электроэнергии. То есть, как мы видим, и 70 лет назад, как и сейчас, в январе люди задумывались, немного ли мы платим за электричество. В результате комсомольских рейдов во многих цехах наведен порядок в деле освещения. Например, лампы большей мощности, по предложению участников рейда, заменены более слабыми. То есть, и 70 лет назад, как и сейчас, в 21 веке, экономия шла по одному пути. И о чем еще писала газета ровно 70 лет назад? Например, о том, что появилась новая практика. Теперь лекции для врачей и для младшего медицинского персонала проходят отдельно. В план работы и лектория включены лекции история СССР, история ВКПБ, Великая Отечественная война и международные отношения и так далее. Сообщается, что многие врачи часто выступают на лекциях по различным вопросам и серьезно готовятся к ним. Непонятно только, как это в 45 году в Тагиле у врачей было больше свободного времени, чем сейчас. Хватит думать о праздниках, но это нам в 2015 году. А в 55 году о праздниках думать как раз только начинали. Там как раз Никита Сергеевич Хрущев входил в расцвет своей креативной мысли и предложил, что надо бы отмечать день памяти Ленина не 21 января в день его кончины, а 22 апреля, то есть в день рождения, придав этой дате значение праздника, что будет более соответствовать всему духу левинизма, как вечно живого жизнеутверждающего учения. Также здесь мы можем видеть фотографию, которая покажет нам студенческую моду 55 года. Сообщается, что как раз началась зимняя экзаменационная сессия в вечернем политехническом институте. Первым курсом в этой сессии нужно сдать по 3 экзамена и 3 зачета, а пятому курсу 4 экзамена и 4 зачета. Еще из этого номера мы узнаем, что и 60 лет назад цвет снега в Нижнем Тагиле был далек от идеального. Городской житель редко видит чистый нетронутый зимний снег. Он привык шагать по слежавшимся серым пластам, не видев в них никакой прелести. Но стоит отъехать от города на 8-10 километров, и вас обступит настоящая уральская зима со всеми ее чудесами и сюрпризами, сообщает газета. Ну и, конечно, какой же номер тагильского рабочего 60 лет назад обойдется без жалоб читателей? Вот и здесь читатели спрашивают, почему конфеты и золотой ключик, которые пользуются большим спросом у населения, тагильского производства гораздо жестче, чем производства, например, ленинградского. Ответ, мне кажется, прост, потому что то Ленинград, а здесь Тагил. Каким было будущее ровно 50 лет назад? 12 января 65 года газета «Тагильский рабочий» публиковала рассказ тагильской школьницы на фантастическую тему. Итак, как они представляли себе школьники 65 года наш 21 век? Джеймс Каннинг был видным ученым в области ядерной физики. Родился он в одном из крупных городов Северной Америки, в России получил образование. Потом сам руководил научно-исследовательским институтом в Сибири. Четыре года назад по направлению Международной академии наук он приехал в тундру. Здесь намечалось создание первого искусственного солнца. Оно было мечтой еще в конце 20 века, и сейчас эта мечта осуществилась. Все это земля, освобожденная гелиосом, то есть вот этим прибором искусственного солнца, от вечной мерзлоты, пояснил ученый. Бесконечная равнина протянулась с запада на восток. Сразу от здания станции начинались аллеи сада, обсаженные ровными рядами кипарисов. Вдали виднелись заросли бамбука и кактусов, пробковый дуб, мирта. Эти декоративные растения отправятся отсюда для украшения новых сибирских городов. Прошло всего 50 лет, но тайне вечной мерзлоты даже без искусственного солнца уже не кажется фантастикой, а становится реальной проблемой. Например, для тех, кто строил газопроводы. Ведь они-то рассчитывали, что вечная мерзлота будет действительно вечной.